Сандра Руловс родилась 23 декабря 1968 года в Тернезине, Нидерланды, и получила гражданство этой страны. О ее родителях известно мало, отец был торговцем недвижимостью, а мама вела домашнее хозяйство. После окончания школы девушка поступила в Брюссельский институт иностранных языков, где освоила профессию переводчика. Затем училась в Страсбурге и преподавала в ВУЗе курс по правам человека. Студенткой Сандра сотрудничала с Красным Крестом, была в Грузии с гуманитарной миссией. Тогда она еще не знала, что эта страна сыграет важную роль в ее жизни. В молодости женщина работала преподавателем, сначала в Колумбийском ВУЗе, затем в Предбелийском государственном университете. Уже в 1996 году Сандра присоединилась к Международному комитету Красного Креста, где занималась связями с общественностью. Также она выступала консулом Нидерландов в грузинской столице. Когда Михаил Саакашвили решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, Руловс активно поддерживала супруга. Женщина сумела завоевать доверие народа Грузии, от которого получила ласковое прозвище «Голландская роза». Она впечатлила жителей страны душевным исполнением грузинских песен и знанием мегрельского языка. Деятельность Руловс положительно отразилась на имидже мужа, что помогло ему победить на выборах. После этого Сандра вела жизнь первой леди, сопровождала Михаила Николаевича во время публичных выходов и часто общались с прессой по поводу общественно важных событий. В 2008 году она получила гражданство Грузии. В период нахождения Саакашвили на президентском посту его жена активно занималась вопросами медицины. Она возглавила Грузинский координационный совет, где рассматривались проекты по борьбе с такими болезнями, как малярия, туберкулез и спид. Благодаря Руловс в стране начали уделять повышенное внимание диагностике рака шейки матки и груди. Она старалась быть ближе к народу, поэтому некоторое время даже выполняла работу медсестры в родильном отделении. После того, как Михаил Николаевич ушел в отставку, супруга отправилась за ним в Украину и вскоре стала обладательницей гражданства этого государства. В 2016 году она решила вернуться в Грузию, чтобы поучаствовать в депутатских выборах. Попытка уйти в политику оказалась неудачной, и в последующие годы женщина продолжала заниматься проблемами медицины. Только в 2019 году она заявила о желании участвовать в выборах мэра города Зубдиди. По результатам итогового голосования Сандра набрала 42% голосов избирателей и проиграла своему оппоненту Георгию Шенгелии, который получил 54%. В апреле 2020 года Сандра дала интервью Наталье Влащенко, которое было показано на телеканале ЗИК. Женщина поговорила с ведущей о своем детстве, карьере и отношениях с мужем на фоне пандемии COVID-19. В 1993 году Руловс познакомилась со своим будущим мужем Михаилом Саакашвили, грузином по национальности. Они встретились в университетском кафе, и мужчина легко сумел покорить сердце девушки благодаря чувству юмора и природному обаянию. Тогда у Сандры была запланирована рабочая поездка в Сомали, но она изменила планы, чтобы отправиться с возлюбленным в Нью-Йорк. Вскоре они поженились, и Михаил привез жену в свою родную страну, которой девушка уже давно была очарована. В качестве символа любви к Грузии она заказала золотую подвеску, повторяющую очертания карты государства. От природы сдержанная и рассудительная, Руловс легко смогла совладать со вспыльчивым нравом своего мужа, стала для него опорой и поддержкой. В 1995 году она родила избраннику-наследника, которого назвали Эдуардом. Спустя 10 лет семья пополнилась вторым ребенком, Николозом. Старший сын решил связать жизнь с журналистикой и начал работу в США, затем женился на американке. Сандра поддерживает связь с подписчиками с помощью Фейсбука, где сообщает о новостях и делится фото с детьми. Аккаунт она ведет с помощью грузинской письменности. Осенью 2021-го стало известно, что Михаил Саакашвили, пребывая на Украине, завел роман с депутатом Верховной Рады Елизаветой Яшко. Информация подтвердилась благодаря видео, опубликованному парой в соцсетях. Роловс призналась в интервью, что была удивлена возникшими новостями, но продолжит поддерживать задержанного на территории Грузии экс-президента в борьбе за свободу. Ни один из супругов не давал комментариев, связанных с их разводом. Субтитры создавал DimaTorzok